25 июня в отделе ЗАГС по городскому округу город Буй и Буйскому муниципальному району чествовали новорожденного, рождение которого зарегистрировано сотым с начала 2018 года. Юбилейным посчастливилось стать Максиму Скворцову. Он родился в семье Андрея и Надежды Скворцовых 28 мая текущего года. Во время церемонии имя наречения счастливые родители расписались в записи акта о рождении, а также получили самый первый документ своего сынишки – свидетельство о рождении. Рождение ребенка – это самое яркое и запоминающееся событие в жизни каждой семьи. Это огромное счастье и большая ответственность. Это подарок судьбы. Сегодня мы пригласили вас на очень радостное событие в жизни нашего города. На Буйской земле в 2018 году зарегистрировал сотый малыш. С данных времен существуют легенды о том, что когда рождается человек, на небе загорается звезда. Вот такая звездочка загорелась на нашем небоскоре и сейчас присутствует в нашем зале. Уважаемые Андрей Анатольевич и Надежда Алексеевна, сегодня у вас замечательный день. Он запомнится вам на долгие годы. Это регистрация рождения вашего мальча. Рождение первенства в семье Скворцовых – это безусловно радостное событие. Первый в жизни документ Максима свидетельство о рождении, а также приветственный адрес родителям вручил глава администрации городского округа города Буй Игорь Ральников. В торжественной обстановке в адрес семьи прозвучало много теплых, добрых поздравлений и вручены памятные подарки. 27 мая на свет появился новый житель города Буй Игорь, новый гражданин Российской Федерации. С чем я вас, конечно, поздравляю, дорогие родители. Позвольте мне такую почетную обязанность вручить свидетельство о рождении вашего ребенка Андрея Анатольевича. Я поздравляю вас. Позвольте, уважаемые родители, вам, конечно же, терпение, воспитание вашего первенца. Вот, конечно, не останавливаться на достигнутом. Ну, и маленькому, маленькому выявляю, но я желаю здоровья, желаю, чтобы он был настоящим праздником нашей страны, чтобы не достарал вам особых вопрос, достарал вам только радость и радоваться своими успехами. От лица всех работников муниципального казерного учреждения, от лица муниципального заказа, от лица работников и руководителей ООО «Стройтехсервис» в Пестере Великой Николаевной, ООО «Видеукон» Микишенко Александровича и начальника ДЭП-35 Великого Сергея Евгеньевича. Все мы вас поздравляем с таким торжественным событием в вашей жизни. Ну, пожелаю вам личного семейного, вернее, счастья, полностью насладиться вот этим понятием и счастьем, быть отцом и матерью вашего замечательного ребенка. Ну, и Максиму Андреевичу, конечно, расти здоровеньким, бодреньким и радовать маму и бабу. Чья идея была назвать так? Ну, у нас была такая договоренность, что если рождается девочка, то имя девочки выбирал я, а если родился мальчик, то имя мальчика выбрало бы супруга. И вот так решили. Если девочка, то хотели назвать Настя, а если мальчик, то Максимом. То есть это было уже заранее все задумано. И сколько вы в браке? В браке мы первый год. 7 июля будет у нас годовщина свадьбы. Что вы ощущаете, когда вы ощутили, когда вы стали отцом? Ну, конечно же, радость. По хозяйству уже у нас разделились раньше, если так, но пополам, то сейчас больше, конечно, я выполняю, супруга занимается ребенком. А вы идите вместе? Купаете? Да, да, да. Купаете? Малыш, малыш, конечно, поначалу было непривычно то, что и по ночам будил нас, не давал спать. Сейчас уже более в режим вошел, то есть уже дает родителям выспаться. Но, конечно, бывает, это закатывает истерики. Сегодня никак не хотел собираться на свое первое такое вот мероприятие. По словам начальника отдела записи актов гражданского состояния Натальи Горбуновой, по Бую-Ибуйскому району в 2018 году зарегистрировано меньше детей, чем в 2017. Это в большей степени связано с тем, что детей, которые рождаются в Костроме, родители чаще всего регистрируют по месту рождения. На 25 июня текущего года зарегистрировано 59 мальчиков и 55 девочек. Среди популярных имен для мальчиков оказались имена Никита, Марк, Максим, Константин, Тимофей, Платон, Олег, Федор, Семен, Егор, Дмитрий, Владимир, Демьян и Всеволод. Для девочек жители Буя-Ибуйского района чаще всего выбирали имена Алиса, Анастасия, Дарина, Ева, Алина, Анфиса, Валерия, Анна, Карина, Милана, Нелли и Любовь. С 2017 года подать на государственную регистрацию рождения ребенка в отдел ЗАГС по Бую-Ибуйскому району, а также во все отделы ЗАГС Костромской области можно через портал государственных и муниципальных услуг. Портал Госуслуг – это простой и комфортный способ получить свидетельства через Госуслуги. Это онлайн-портал, с помощью которого можно в любое удобное время и день недели подать заявление и оформить необходимые документы. Основные преимущества получения государственных услуг через интернет – это нет необходимости идти в какое-либо учреждение, стоять в очереди, нет временных ограничений, если что-то непонятно, онлайн-консультант окажет помощь, можно также позвонить по указанному на сайте телефону для справки и четко определены сроки получения готового документа. Обращение на портал Госуслуги не исключает необходимости посещения ЗАГСа. Получить готовое свидетельство о рождении ребенка нужно будет лично в заранее выбранное время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова